Братья и сестры, я думаю, мы все с вами знаем, понимаем, что праздник, который сегодня отмечает Церковь, праздник Жатвы, это один из нескольких праздников, которые нас с вами соединяют со служением Богу в Ветхом Завете. Изучая историю искупления, а именно религиозную жизнь израильского народа, мы находим следующую особенность. Вот в течение календарного года было три праздника, когда весь народ должен был собираться вместе в Иерусалиме. Давайте мы прочитаем этот библейский текст, книга Второзакония, 16 глава, 16 стих. Второзаконие 16, 16. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицом Господа Бога твоего, на место которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущи. И никто не должен являться пред лицом Господа с пустыми руками. Вот за время, которое у нас с вами есть, хотелось бы проследить не только связь, но и значение, которое эти праздники имеют для жизни Церкви сегодня. Дело в том, что мы с вами не должны в точности следовать предписаниям, которые касались израильского народа. Однако смысл того, что три раза в год весь народ собирался вместе, в определенном месте для поклонения Богу, является очень важным для понимания сущности Церкви. Ну вот для начала давайте мы вспомним значение и время празднования каждого праздника, о котором мы с вами прочитали. Итак, первый праздник – это праздник опресноков. Ну, опресноки – это очень тонкие, сухие лепешки из пресного или неквашеного теста. Если вы помните, только такие лепешки можно было есть во время праздника Пасхи. Таким образом, праздник опресноков – это праздник Пасхи. Праздник Пасхи, который служил напоминанием последней, десятой казни в Египте, когда умерли первенцы египтян, но вот израильтяне были спасены кровью агнца через кровь на дверном косяке. Итак, праздник Пасхи или праздник опресноков, знаете, для израильского народа это было начало года, это был первый месяц, вот начало года сегодня, это совпадает с нашим месяцем мартом или апрелем. То есть вот отсчет для празднования праздников у евреев начинается с марта или с апреля. 14-й день первого месяца отмечался день Пасхи, после чего следовались 7 дней, которые составляли праздник опресноков. Вы знаете, вот в этом употреблении пресного хлеба евреи вспоминали поспешность, с которой они должны были покинуть Египет. То есть Египет во время исхода не было времени печь хлеб, им нужно было нести тесто с собой, покидая Египет. Следующий праздник это праздник Седмиц. Вот Седмица в русском языке это устаревшее слово, слово, которое вышло уже из употребления. Оно имеет очень знакомое для нас с вами значение. Седмица это неделя. Таким образом, праздник Седмиц это праздник недель. А почему он так называется? Это праздник, который праздновался только один день. Но он праздновался через 7 недель после Пасхи. 7 недель после Пасхи или 50 дней после Пасхи праздновался праздник Седмиц. Это был праздник первых плодов. А вот когда только что то, что было собрано с полей, приносилось Господу. Два хлеба, 7 однолетних агнцев, 1 телец и 1 овен составляли специальное приношение этого дня. А кроме этого было добровольное приношение от народа. И вот так вот говорят, что этот праздник это было очень радостное семейное общение. Это была радость, которой евреи старались делиться с нуждающимися. Делились с вдовами, сиротами, с левитами и с пришельцами, которые жили в их земле. Но если мы с вами помним повествование Нового Завета, то Дух Святой сошел на апостолов именно в день Пятидесятницы. И третий праздник, который евреи должны были собираться вместе, это праздник Кущи. Ну, Куща это опять вот устаревшее слово русского языка. Оно тоже имеет очень знакомое и простое значение. Куща это палатка. Палатка, шатер или скини. Итак, праздник палаток, праздник Кущи. А праздник начинался, праздновался уже не в первый месяц, а в седьмой месяц. То есть это середина года, в седьмой месяц, пятнадцатый день. И праздник продолжался в течение восьми дней. Почему праздник Кущи? Ну, опять думаю, мы с вами знакомы с историей Ветхого Завета. А в этот праздник евреи делали палатки. Они должны были делать палатки из ветвей красивых деревьев, из пальмовых ветвей, широколистных ветвей. И вот что еще интересно, отмечает Священное Писание, речные вербы, или мы с вами лучше их знаем, как ветви ивы. То есть вот из ветвей этих деревьев евреи делали себе палатки, в которых они жили в течение нескольких лет. Это опять служило напоминанием для народа. После исхода из Египта они жили в таких палатках. Этот праздник имел еще одно название. Праздник Кущи назывался еще праздником собирания плодов в конце года. Таким образом, у израильского народа было два праздника жатвы. Был первый праздник жатвы, который праздновался через 50 дней после Пасхи, и была жатва последних плодов в конце года. И между этими праздниками было 6 месяцев или полгода. Ну, я думаю, вы замечаете, что все-таки наш с вами праздник жатвы это ссылка или намек на вторую жатву израильского народа, когда собирали уже не первые, а последние плоды. Вот мое желание вместе с вами посмотреть на особенность или на смысл. Но почему же вот это были дни, когда народ собирался вместе в Иерусалиме? Почему это были дни, когда народ должен был собраться вместе в Иерусалиме? Ну, я думаю, мы с вами сможем заметить немаловажную грань того, чем является Церковь. Давайте вспомним некоторые детали Священного Писания. Дело в том, что вот Библия, Священное Писание, книги Ветхого Завета, они отмечают одно главное событие из истории израильского народа, о котором напоминали все последующие праздники. То есть есть одно главное событие из жизни израильского народа, о котором напоминали все последующие праздники. Опять нам поможет немножко история выхода из Египта. Вот одно из событий выхода из Египта, это было требование Бога к фараону. Вот когда Моисей и Аарон, они пришли к фараону, они пришли с требованием от Бога, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. То есть вот для чего Бог хотел вывести свой народ, с каким требованием пришли Моисей и Аарон к фараону. Оказывается, у Бога был замысел. Он хотел собрать народ, который совершил бы ему праздник в пустыне. Но я не думаю, не знаю, о чем вы думаете, когда слышите слово праздник. Но вот у слова праздник есть очень интересное значение. Праздник в смысле отрезок времени или день, который выделяется в память. Вот что такое праздник? Это день или отрезок времени, который выделяется в память. То есть в пустыне израильский народ ожидал памятное событие. В пустыне израильский народ ожидал памятное событие. А что же было центром этого праздника? Или что было центром памятного события? Что Господь хотел, чтобы помнили евреи? Это был день, когда Бог сказал, «Я возвещу им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Таким образом, мы с вами понимаем, что выход из Египта или освобождение из рабства не было конечной целью спасительной работы Бога. Бог выводит свой народ, чтобы привести их в свое собрание. Это очень интересно. Вот если Бог фараону сказал, «Отпусти народ мой», то у Моисея тоже было повеление, у Моисея тоже была задача. Ему Бог сказал, «Собери народ ко Мне». Собрание народа около горы Синай. О чем мы с вами говорим, о чем мы с вами рассуждаем, с вершины которой израильский народ получил божественный закон. Поэтому вот история искупления говорит нам о том, что целью выхода из Египта, целью освобождения из рабства является собрание народа Божьего перед Богом. То есть Бог собирает свой народ, свое присутствие, чтобы они могли услышать Его голос. И услышав голос Бога, в радости торжествуя поклониться Ему. Это очень интересно. Вот в книге Второзакония, вот этот вот день, когда израильский народ был собран вместе около горы Синай, он получает вот такое вот какое-то техническое выражение. То есть есть выражение, вот которым Моисей описывает это событие. Моисей часто повторяет, вспоминает это событие, говорит, что это был день собрания. То есть когда израильский народ был около горы Синай, и они слушали слово Господне, и они отвечали на это слово, вот аминь. Вы знаете, это был день собрания. Вот что говорит Моисей. «И дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божьим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды дня, из среды огня, в день собрания». То есть время, когда израильский народ собирался около горы Синай, чтобы слышать слово Господне, называется день собрания. Таким образом, исход из Египта завершается не просто выходом евреев из Египта, побегом, а завершается днем собрания в присутствии Бога. Итак, фараону Бог говорит, «Отпусти народ мой». Моисей, Бог говорит, дает задачу, «Собери народ ко мне». Но мы с вами можем еще посмотреть то, как сам Бог расценивает это событие. Книга Исход, 19 глава, 4 стих. Бог, обращаясь к народу, говорит следующие слова. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». То есть, как Бог расценивает это событие. «Я принес вас к себе». То есть, люди, которые были непосредственными участниками Исхода, именно так должны были понимать свое присутствие около горы Синай. Фараон отпустил, Моисей собрал, но действовал Бог. Действовал Бог – это Он принес народ свой к себе, как на орлиных крыльях. А вы знаете, к этому можно добавить еще одну деталь, интересную деталь, опять из книг Ветхого Завета. В книгах Ветхого Завета очень часто встречаются разные имена Бога. Сегодня молодежный хор пел песню «Адунай». Есть еще одно очень интересное и важное имя Бога – Господь Саваоф. Это имя говорит о многом. Господь Саваоф, или Господь воинств небесных, или Господь Сил. А почему вот так вот Писание называет Бога? Почему у Бога есть такое имя? Это вооружение нередко встречается в книгах Ветхого Завета. То есть, кто такой Господь Саваоф? Бог Сил – это верховный вождь ангелов. Бог в Священном Писании называется как верховный вождь ангелов. Вот некоторые ссылки на это место. В Третьей книге Царств записаны слова пророка Михея. Я думаю, помните тоже эту историю, когда вот Ахав и царь Иудейский, они собрались для того, чтобы воевать. Это была последняя битва Ахава, в которой он погиб. И там собрались разные пророки, лжепророки, которые предвозвещали победу. И вот все-таки царь Иудейский, Асафат, он попросил, чтобы привели пророка Господня. И вот пришел пророк Михей, и он сказал следующие слова. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем. Вот это вот именно Господь Саваоф, Господь сил или Господь воинств небесных, это Бог, которого окружает воинство ангелов. Мы можем вспомнить доведение Даниила, когда он увидел огненную реку, которая выходила, проходила перед Богом. Он увидел тысячи, тысяч служили ему. Опять увидел ангелов, которые были вокруг Бога. Вы знаете, вот Моисея мы с вами знаем как замечательного вождя народа, не так ли? Моисей также был замечательным поэтом. Мы с вами знаем прекрасный 89-й псалом, который написал Моисей. Но также в книге Второзакония есть благословение, поэтическое благословение народа Божьего Моисеем. Вот что говорил он в этом благословении. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед своей смертью. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, а где снуя его огонь закона. То есть Моисей пророчески видел это событие немножко другими глазами. Вот когда народ собрался около горы, Моисей видел больше, чем видели люди. Он увидел тысячи ангелов, тьмы ангелов, а именно десять тысяч ангелов. Итак, Господь Саваоф – это Господь воинств или Господь сил. Почему мы на это с вами обращаем внимание? Гора Синай – великое собрание. Моисей говорит, что это был день собрания. Бог ведет искупленный народ к этому собранию. Торжествующее собрание людей, и не только людей, людей и небожителей. Собрание людей и небожителей – торжествующее собрание около горы Синай. Быть членом народа Божьего – значит иметь часть, находиться в великом собрании перед лицом Бога. Однако поклонение Богу вот в этом великом собрании, вы знаете, это была еще большая радость для израильского народа, когда они собираются вместе. У нас есть вот огромное богатство. Это книга псалмов. Вот книга псалмов – это песни, которые пели евреи во время богослужения. Есть очень короткий 132-й псалом. Давайте мы его прочитаем. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Этот псалом говорит о единстве народа Божьего. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Вы знаете, это был богатый аромат, хороший аромат, который в изобилии излился на голову Аарона. Он стекал по его бороде и стекал на его одежде. То есть это избыток, изобилие драгоценного масла, которым помазывали Аарона на служение первосвященника. То есть это богатый аромат, который хорош для людей и приятен для Бога. Роса Ермонская, это гора Ермон, это величественная гора на северных пределах Израиля. Она краски была известна сильным осаждением освежающей росы. И Моисей говорит, что она нисходит. Это нисходящий поток, поток, который приходит от Бога к людям. То есть Бог в изобилии дает благословение, единство через дар Святого Духа. Такое единство и такую связь Бог дает своему народу. Итак, израильский народ, это народ образованный для поклонения, призванный собираться во дворах Господа и восхвалять вместе имя Всевышнего. Однако, вот собрание на горе Синай, которому Бог привел свой народ, не могло продолжаться вечно. Вот какое-то короткое время израильский народ был всего около этой горы, но потом они должны были продолжить свой путь. И поэтому все последующие праздники, о которых мы с вами отметили, они напоминали о дне собрания около горы Синай. День собрания около горы Синай. То есть, поэтому израильтяне три раза собирались вместе в течение своего календарного года. Конечно, нас интересует вопрос, какое отношение это может иметь к нам. Искупление народа показывает нам событие искупления и цель искупления. То есть, когда мы смотрим на историю израильского народа, мы с вами можем заметить, что было событие искупления, это жертва Агнца, после которой народ мог выйти, покинуть Египет. И было цель искупления это собрание перед Богом около горы Синай, перед Богом, Господом Саваофом. Вы знаете, это очень интересно, когда мы уже читаем Новый Завет, и мы с вами в Новом Завете встречаем самое первое упоминание слова «церковь». И слово «церковь», самое первое упоминание, оно приобрело именно из уст нашего Господа. Я думаю, вы тоже помните это событие, вот когда-то Христос был со своими учениками, и он спросил их, за кого почитают меня люди, и они начали отвечать. И потом, когда он спросил их дельно, за кого вы почитаете меня, отвечал апостол Петр, и он сказал Господу, «Ты не пророк, как думают остальные люди, ты не Илья, как думают остальные люди, ты не Иремия». А Петр сказал, «Ты Христос, сын Бога живого». И в ответ он услышал драгоценные слова Господа, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Знаете, очень интересным и важным для нас с вами становится использование слова «Церковь Господом Иисусом Христом». То есть церкви еще не было, но вот смотря в будущее, Господь предсказал, что она будет, Он создаст церковь свою. Вот какое же значение Иисус Христос вкладывал в слово «Церковь», которое Он произнес и которое для нас с вами осталось на страницах Священного Писания. Знаете, вот у слова «Церковь», которое использовалось в то время, есть светское понимание, а светское понимание, вот то, вот как оно было известно для людей того времени. Его знали не только евреи, но вот особенно вот просто люди, не знающие Бога, они очень хорошо знали значение этого слова. А слово «Церковь» на языке оригинала является производным словосочетанием «позвать из». То есть если мы с вами слышали слово «Церковь» на греческом языке, на языке, в котором говорила говорила Римская империя, то это слово мы понимали бы, как «позвать из» или «те, которых вызвали», те, которых позвали. То есть во время Христа и во время, когда писали евангелисты словом «Церковь», называли встречу или собрание людей. Вот допустим, у греков это была особая форма организации общества, была так называемая община жителей города, гражданская община. То есть вот когда нужно было собрать собрание жителей города, не все могли приходить на это собрание. Люди, которые были полноправными гражданами города, вот это собрание, когда они собирались вместе, оно и называлось «Церковь». То есть определенная часть населения, которую вызывали из всех жителей города. И на этом собрании члены общины имели право что-то сказать, имели право предложить что-то для обсуждения. То есть это было собрание, на котором поднимались какие-то вопросы, судебные вопросы, политические вопросы. То есть вот само значение слова «как собрание» или «тех, которых позвали», оно было знакомо для людей, о которых говорил Господь Иисус Христос. Но когда мы смотрим на нашего Господа и читаем дальше Священное Писание, мы понимаем, что Христос использует слово «церковь» именно в том смысле, которое оно приобрело на страницах книг Ветхого Завета. Господь Иисус Христос использует слово «собрание» или «вызванные» тех, кого позвали, именно в том смысле, которое приобрело это слово на страницах книг Ветхого Завета, а именно «собрание людей перед Богом на горе Синай, куда Бог вёл искупленный народ на крыльях орлиных». Теперь словом Церковь определяется новая группа людей, которые через кровь Иисуса Христа, через кровь посредника входят в присутствие Бога. Они тоже собираются перед Богом. То есть слово «церковь» было предназначено, чтобы дать определение всем последователям Иисуса Христа. И мы с вами знаем дальше историю книг Нового Завета, что смертью и воскресением Христа была создана Первая Церковь. Вот после того, как Он умер, воскрес из мёртвых, ученики, они должны были остаться вместе в Иерусалиме, чтобы получить обещание Отца, дар Святого Духа. Это очень интересная деталь, что дар Святого Духа был излит в то время, когда они были вместе. Когда они собрались вместе, был излит дар Духа Святого. В день Пятидесятницы была исполнена тема праздника. Это были первые плоды, и это было начало жатвы. И мы с вами знаем, что это тоже было поклонение Богу, потому что апостолы, которые получили дар Духа Святого, они говорили о великих делах Божьих. Время, когда образовалась церковь в день Пятидесятницы, это время начала евангельского призыва к миру. Время начала евангельского призыва к миру, призыв оставить грехи и обратиться к Богу. Именно об этом Господь говорил в Своих притчах о человеке, который сделал большой пир и звал многих, «Убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Поэтому совсем не случайно новозаветняя церковь формируется пришествием Бога Духа Святого в среду собрания, в день собрания. То есть история искупления израильского народа, она повторилась. Только теперь событием искупления была жертва Христа. Но цель искупления та же самая. Бог собирает людей к себе. Но это не все. Есть у нас интересное, не всегда понятное, доступное для нас послание к евреям. Знаете, в этом послании апостол Павел тоже говорит о дне собрания около горы Синай. Он говорит о церкви. Дело в том, что гора Синай, она не осталась постоянным местом присутствия Бога. Даже израильский народ, они покинули это место. Но дальше постоянным местом присутствия Бога вот среди израильского народа была другая гора. Гора Сион или город Иерусалим. Постоянным местом присутствия Бога стал храм, который наполняла слава его присутствия. Но теперь, как мы с вами уже отметили, есть новый народ Божий, который не собирается в Иерусалиме, у которого нет такого требования три раза собираться там в городе Иерусалим. Немножко больше в послании Коринфянам Павел говорит, что церковь – это люди, которые призывают Господа во всяком месте. Церковь – это люди, которые призывают Господа во всяком месте. Поэтому Ветхозаветний город Иерусалим был только тенью того, что есть на самом деле. Итак, в послании к евреям есть картина поклоняющейся церкви. В Ветхом Завете мы встречаем картину поклоняющегося израильского народа. Апостол Павел открывает для нас с вами картину поклоняющейся церкви. Для того, чтобы изобразить эту прекрасную картину, Павел вспоминает, показывает собрание народа израильского около горы Синай. Это была гора Сизайма, он говорит, ее можно было потрогать. Павел говорит, вспоминая израильский народ, это был пылающий огонь, это была буря, это был трубный звук. То есть такая обстановка, которая навела страх не только на народ, но даже на Моисея. То есть именно таким было явление Бога на Синае после выхода евреев из Египта. Земное проявление божественного присутствия. А что поменялось для нас с вами? Поменялось ли что-то для искупленных смертью Христа? Где и как теперь Бог собирает искупленный народ? Давайте мы прочитаем этот отрывок. Послание к евреям, 12 глава, 22 стиха. Послание к евреям, 12 глава, 22 стиха. Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели кровь Авелева. Сегодня церковь собирается вместе, как искупленный народ оказывается в присутствии Бога. Только мы с вами уже не приходим на гору Синай, а приступаем к горе Сион и к небесному Иерусалиму. Павел говорит город Бога Живого. А вы можете представить себе, что для автора вот этих вот слов, для апостола Павла, это не образный способ говорить. Для него вот то, о чем говорит Павел, так же реально, как живой Бог. Оно так же реально, как воскресшее тело Иисуса Христа. Да, Сион, это небесное святилище вечного города Бога. Поэтому сегодня в нашем поклонении мы приближаемся к Богу, который есть Судья всех. Обратите внимание, что Павел говорит, что мы с вами входим опять в праздничное, торжествующее собрание не только ангелов, но и духов всех праведников, которые достигли совершенства, которые находятся перед Богом. И мы с вами входим в это присутствие Божье, торжествующее собрание через посредника, через кровь его искупительной жертвы. Мы с вами говорили уже о том, что израильский народ определяло великое собрание на горе Синай. Что сегодня определяет Церковь Господа Иисуса Христа? Церковь Господа Иисуса Христа небесная определяет небесное торжествующее собрание. Народ Нового Завета и народ Ветхого Завета определяет один и тот же образ, принцип спасения и одна цель – спасение. Только мы с вами теперь наслаждаемся тем поклонением, которое люди Ветхого Завета ожидали веры. Мы с вами еще находимся в нашем земном паломничестве, как патриархи Ветхого Завета. Мы с вами еще не имеем постоянного города, Павел говорит, мы ищем будущего. Тем не менее, через Господа Иисуса Христа, нашего предшественника, благодаря нашему союзу с Ним мы с вами приходим в небесный Иерусалим и можем войти в святое святых в нашем совместном поклонении Богу. Обратите внимание, Павел пишет и говорит, что это церковь первенцев. Опять очень интересный образ из книг Ветхого Завета. Первенец – это самый первый ребенок в любой семье. В израильском народе была вот эта вот особенность – все первенцы, они были освящены. Освящены во время последней, десятой казни. Поэтому первенец – это человек, который посвящен служению Богу в присутствии Бога. Первенец – это человек, который посвящен служению Богу в присутствии Бога. Это служение исполняли левиты в израильском народе. Но вот в небесном собрании все искупленные верующие являются первенцами, посвящены Богу и записаны в качестве его священников. Есть отрицательный пример – Исава, помните, который отказался от своего первородства. А вот верующие люди, члены Церкви Господней, они благодарят Бога и радуются вот этой вот возможности разделять часть наследия Иисуса Христа – истинного первенца. И последний вопрос, на который мы с вами ответим – для чего пишет об этом Павел? Только для того, чтобы мы с вами знали историю искупления, или лучше понимали то, что произошло с израильским народом. Вот этими словами апостола Павла о торжествующем соборе людей перед Богом, о церкви первенцев, которые собрались около Бога и благодарят, хвалят Бога, открывается очень важный принцип священного писания. Реальность, действительность существования небесного поклонения Богу должна определять наше поведение и нашу жизнь на земле. То, что сейчас происходит на небе, а на небе, вы с вами прочитали, происходит поклонение Богу, должно определять наше поведение и нашу жизнь на земле. Именно потому, что небесное поклонение Богу окутано лучами славы и торжества, наши с вами, может быть, слабые богослужения на земле имеют значение. Именно потому, что церковь свята и праведна на небе перед Богом, нам нужно беспокоиться о личной святости и о святости церкви. Именно потому, что у нас есть обещание – город Бога живого. Павел говорит – будьте внимательны друг к другу. Поощряя к любви и к добрым делам. Именно потому, что мы приближаемся к небесному собранию в богослужении, мы должны оставлять своих собраний на земле. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, наше совместное благоговейное поклонение Богу является обязательным для церкви Нового Завета. Это не форма, которую мы принимаем, как давнюю традицию многих поколений. Собираемся вместе благодарить Бога. Это сущность церкви Иисуса Христа. Это проявление на земле реальности небесного торжествующего собрания перед Богом. Слава Бога – это то, к чему и для чего призвана церковь Господа Иисуса Христа. У нас сейчас с вами есть возможность помолиться вместе, поблагодарить Бога за то, что у нас с вами есть, за то, что Бог сделал для нас, за то, что и нас с вами на крыльях орлиных Он принес к себе в свое собрание. Аминь. Давайте мы помолимся.